Время новостей на Вектор ТВ. В студии работает Карина Херсен. Здравствуйте, смотрите сегодня. Республиканский учебно-практический семинар для государственных обвинителей состоялся в Новополоцке. Вступительная кампания еще не началась, но подготовка идет полным ходом. В ПГУ проходит первый этап репетиционного тестирования. Образцовый театр моды ТОП-ТОП Центра культуры Новополоцка побывал на балу у Вячеслава Зайцева. Подробнее об этом и не только расскажем прямо сейчас. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в настоящее время нет более важного вопроса, чем сохранение мира на планете. Об этом он заявил в ходе встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает Белорусское телеграфное агентство. Актуальность этой темы подтверждает и впечатляющий состав участников конференции, и перечень обсуждаемых проблем, в котором нашли отражение наиболее острые для нашего региона болевые точки. От разногласий по линии Восток-Запад до конфликта в Украине. К сожалению, вынужден согласиться с выводами последнего доклада Мюнхенской конференции о том, что наша планета подошла к краю пропасти, за которой находится глобальный конфликт, сказал белорусский лидер. Он отметил, что вооруженные противоборства идут практически на всех континентах. Тлеющий конфликт, а по сути непрекращающаяся война на Донбассе – это война здесь, в нашей с вами Европе, в нашем общем доме, сказал глава государства. Пропасть недоверия между Россией и Западом сейчас гораздо шире, чем в предыдущие сложные периоды новейшей европейской истории. Полным ходом идут масштабные санкционные и информационные войны. Иных слов не подберешь, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент высказал мнение, что великие державы теряют статус гарантов стабильности. Они не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов. Совет безопасности ООН превратился в площадку для выяснения отношений. На общеполитической дискуссии в рамках нынешней 73-й сессии Генассамблеи ООН каждый говорит о своих интересах, претензиях, озабоченности и мало кто о том, что нужно садиться за стол переговоров и менять ситуацию. При том время уходит катастрофически. Уже не только мировые политика, экономика, но и спорт, культура, другие нейтральные сферы международного сотрудничества становятся ареной противостояния некоторых государств, заметил Александр Лукашенко. Новополоцк Государственные обвинители со всей Беларуси собрались в эти дни в Новополоцке, чтобы принять участие в республиканском учебно-практическом семинаре. В центре внимания – апелляционная и надзорная деятельность прокуратуры. В семинаре принял участие и генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. В эти дни Новополоцк стал центром общереспубликанского семинара для государственных обвинителей. Участие в нем приняли представители Верховного и Витебского областного судов, заместители прокуроров областей города Минска, а также другие прокурорские работники. Открывая семинар, генеральный прокурор Александр Конюк подчеркнул значимость участия прокурора в судебном процессе. В ходе семинара присутствовавшие рассмотрели проблематику поддержания государственного обвинения по многоэпизодным и словам. Апелляционно-надзорную практику затронули отдельные аспекты рассмотрения в органах прокуратуры, жалоб и других обращений на вступившие в законную силу судебные решения по уголовным делам. Люди в районах работают, не постоянно же они в Минске могут находиться. Информацию даем, новые свежие веяния, изменения законодательства и так далее. Здесь же почетными грамотами и государственными наградами, медалями за безупречную службу отметили лучших прокуроров страны. В числе награжденных и заместитель прокурора города Новополоцка Елена Колосова. После семинара рабочий визит в училище Олимпийского резерва. Сегодня, курируя лыжный спорт в стране, генеральный прокурор уделяет особое внимание площадкам, на которых готовят спортсменов, будущих олимпийских чемпионов. С руководством города и администрацией училища обсудили финансирование лыжного спорта и другие насущные проблемы. В училище Олимпийского резерва генеральный прокурор приехал не с пустыми руками. Спортсменам-лыжникам вручили пять пар лыж-фишер, ведь наполовину успех спортсменов зависит от их спортивного снаряжения. Капиталина Денгеевич, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. На фоне общего снижения преступлений, совершенных в Новопулыске в нынешнем году, настораживает рост противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в ходе президиума Городского совета депутатов. Здесь же обсудили ход реализации декрета президента об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций. Уровень криминализации в Новопулыске сегодня является самым низким среди городов Витебской области. В 2018-м отмечена положительная динамика и в раскрываемости преступлений. Из 17 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, подозреваемые установлены в 16 случаях. Несмотря на положительную динамику, обеспокоенность вызывает рост числа преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. С двух фактов в 2017 году до шести преступлений за неполный 2018-й. Вопрос стоит в том, что мы не в состоянии защитить своих детей от преступных постигательств. Явления, которые происходят, они вообще недопустимы в нормальном здоровом обществе. Хотелось бы более предметно и конкретно, чтобы вы рассказали, как вы видите, где мы недоработали, какие субъекты профилактики не сработали вовремя. Я вижу меры профилактики в том, что, наверное, в том числе с использованием средств массовой информации, при проведении встреч в трудовых коллективах, в обязательном порядке в учреждениях образования, доводит до присутствующих о том, что есть нормы уголовного права, которые квалифицируют вступление в половую связь лицом, достигшим совершеннолетнего возраста, с лицом, образует состав преступления, с лицом, недостигшим несовершеннолетнего возраста. В числе других вопросов рассмотрено в ходе Президиума Городского совета депутатов реализация декрета президента Республики Беларусь об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организации. В нынешнем году 97 сотрудников предприятий и организаций города привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины. Вопросы соблюдения трудовой и производственной дисциплины директорскому корпусу города поручено взять на особый контроль. Юлия Рубцова, Артем Таваков, Вектор ТВ. Более 90 тысяч рублей неуплаченных налогов и необоснованное посредничество – такие нарушения в бизнесе столичного предпринимателя – выявлено Новополоцкой финансовой милицией. Мужчина поставлял сырье и оборудование на винодельческие заводы Витебской области. Новые обстоятельства в деле организатора посреднических схем в алкогольной отрасли и по совместительству коммерсанта из столицы появились в результате проверочных мероприятий Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований. В 2018 году было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Уклонение от уплаты налогов особо крупным размером» в отношении Менчанина, который через свои подконтрольные субъекты хозяйствения поставлял на винодельческие заводы Витебской области товарно-материальные ценности, также сырье и оборудование по завышенным ценам. При этом он не уплатил в бюджет налогов более 90 тысяч белорусских рублей. Товар закупался в Российской Федерации и по так называемым серым схемам поставлялся в Республику Беларусь. После оформления прихода от ЛЖ предпринимательских структур товар становился дороже как минимум в два раза. На завод же продукция поставлялась с минимальной наценкой, а иногда и вовсе без нее. Партнерство было ориентировано на максимальный личный доход и минимальные платежи в бюджет. В результате проведения проверочных мероприятий в отношении коммерсанта возбуждено очередное уголовное дело. Данный предприниматель попал в поле зрения правоохранителей еще в 2015 году. Он уже осужден за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, уклонение от уплаты налогов, а также за превышение власти или служебных полномочий и отбывает наказание в одной из колоний Витебской области. Но материалы имеются на руках у правоохранителей и проводятся дальнейшие проверки по взаимоотношениям с другими винодельческими заводами Витебской области. Сегодня правоохранители продолжают оперативно-розыскные следственные мероприятия по установлению всех участников противоправной преступной деятельности. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ Первый этап репетиционного тестирования в эти дни проходят на базе Половского госуниверситета. Его результаты будут рассчитываться по новой методике, которую уже в будущем году внедрят для оценки централизованного тестирования. Подробности у Виктории Клементенок. Ощутить атмосферу централизованного тестирования, оценить уровень знаний по предмету, научиться заполнять бланк и грамотно распределять время на решение теста. С начала этой недели в местном вузе стартовал первый этап репетиционного тестирования. Я иду на все три репетиционного тестирования по математике, физике и русский язык. Мне это нужно для того, чтобы лучше понимать свой уровень знаний, скорее испытать некий экспириенс вот этого нахождения в аудитории при написании теста. Я пошла на ЦИТ по математике, потому что мне хочу поступать на программиста, и мне надо сдавать физику, математику и русский язык. Это больше даже важно не для самого ЦИТ, а для морального состояния, чтобы легче было потом, ну спокойнее было, чтобы не паниковал человек, у него тогда больше времени. А волнение присутствует? Конечно. Но, несмотря на волнение, нынешние абитуриенты все же преодолевают себя и готовятся к ЦИТ заранее. Количество регистрируемых, как отмечают специалисты, держится приблизительно на том же уровне, что и в прошлом году. За первых два дня уже прошло тестирование по русскому языку, около 440 человек, а также зарегистрировано по математике порядка 320 человек и по истории Беларуси около 60 человек. Как правило, на первом этапе еще бывает не так много участников. Кто-то решает, что он попробуется дальше, на втором и третьем этапе. Кто-то уже даже не первый раз, потому что с 10 класса, понимая, что все-таки действительно готовиться надо, приходят абитуриенты уже с опытом. Что касается новшеств, то в этом году результаты репетиционного тестирования будут рассчитываться по новой методике. Ее в 2019 году внедрят для оценки централизованного тестирования. По информации Республиканского института контроля знаний, в результате процедура станет еще более открытой и прозрачной. Виктория Клементьенок, Артем Табаков, Вектор ТВ. Первый этап российского конкурса детских театров моды «Бал моды» в Царицыно состоялся накануне в Москве. В списке участников – образцовый театр моды «Топ-топ» Центра культуры Новополоцка. Наша съемочная группа побывала в гостях у театра моды и узнала, какие впечатления привезли юные модели из столицы России. Руководитель театра моды «Топ-топ» Виктория Патульская показывает наряды, которыми новополоцкие модели покорили московского зрителя и самого мэтра современности, модельера Вячеслава Зайцева. Коллекция платьев, которую представили в Царицыно, полностью ручная работа. Платья расшиты бисером, украшены интересными аппликациями. Прически, макияж, дефиле – все как во взрослом мире большой моды. Для нас это была встреча с легендой мировой моды. Дети знают о нем, конечно, мы все мечтали. Ну и показать себя. Он с интересом смотрел на наши модели. И поучаствовать, конечно, конкурировать с маститыми театрами моды столичными из больших городов российских. Это очень интересный, полезный опыт. Конкуренция состоялась. Более чем из 20 коллективов России и Белоруссии компетентному жюри предстояло выбрать лучших. Новополоцкую коллекцию «Дива» отметили дипломом в номинации «Балмаскарад». А Виктория Курашевич стала третьей в номинации «Лучшая модель» в своей возрастной категории. Впереди у юных моделей пять месяцев активной подготовки, ведь уже в апреле 2019 состоится второй этап конкурса «Балмоды» в Царицыно. Подробности событий городской жизни с комментариями их участников узнавайте также в свежем номере газеты «Новополоцк сегодня». В эту пятницу вашему вниманию следующие темы. В Новополоцке вновь зазвучат позывные международного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Хали-хало». На протяжении двух дней 47 самых талантливых конкурсантов из восьми стран представят свое исполнительское мастерство перед компетентным жюри. О своей малой родине и делах производственных рассказал заслуженный строитель Республики Беларусь, директор Новополоцкого монтажного управления «Трест», «Белсантехмонтаж номер один» Михаил Элишевич. Журналист меняет профессию о тонкостях парикмахерского искусства. Узнайте из репортажа пятничного выпуска «Городской газеты». Какие преимущества дает раздельный сбор мусора горожанам, экологии, экономики и какие главные аргументы за раздельный сбор отходов? Возможно, и в нашей группе ВКонтакте. Хотите быть первым в курсе городских событий? Тогда подписывайтесь на наш профиль в Инстаграм. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч на Вектор ТВ. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 2 ноября в Новополоцке ожидается пасмурная погода, возможно, небольшой дождь. Ветер южный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем до 9 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин